Да, конечно, в России его боятся обычные люди. И не только обычные люди. Те люди, у которых нет иммунитета, они, конечно, его будут бояться, потому что Кадыров в России имеет возможности, очень серьезные возможности. Ему Путин предоставил эти возможности. Но не обманывайте самих себя. В этом мире Кадырова никто не боится. В итоге 8 тысяч рублей на просто выезд. Потом 8 тысяч рублей на въезд в республику. 16 тысяч рублей за справки съедают всю мою прибыль. Гады. Все госбольницы и частные медцентры продают эти справки. Никаких анализов. Просто деньги отдаешь и на тебе. Ты не болен. Осуждаешь американцев и обсуждаешь евреев. А, конечно, твоя кормушка закроется, ведь они же тебя финансируют. Ну, конечно. Конечно. А что ты думал? Я, кстати говоря, что-то вот за последний месяц не получил зарплату из госдепартамента. Мне кажется, они мной недовольны. Надо немножко добавить оборотов. Посильнее покритиковать нужно в интересах Америки вас, чтобы мне все-таки выплатили мой гонорар. Сегодня основная тема – это контрсанкции Кадырова против США. Как раз мы сейчас этой темой, наверное, и заберем нашу зарплату. Итак, санкции. Как вы знаете, Конгресс США ввели санкции в отношении Кадырова и его близких – жены и дочери. Но после этих санкций начался какой-то ужас у нас в республике. И Кадыров в ответ на эти санкции ввел собственные санкции уже против Майкла Помпео. Ну, если говорить об этом серьезно, то знаете, опять у меня идет такая отсылка к нашему недавнему прошлому, чеченскому, довоенному, межвоенному. У нас в политике всегда были неоднозначные люди, они имелись у нас всегда, которых можно было по-разному охарактеризовать. Но у нас никогда в политике не было вот этой клоунады. Клоунов у нас не было никогда. То, что сейчас происходит, они как будто бы состязаются с Туркменистаном. Вот знаете, как бывает, вот человек, он хочет посмотреть что-то смешное, и у него всегда есть выбор. Посмотреть Comedy Club однажды в России, кадыровское совещание, как он объявляет санкции, или посмотреть, как туркмен Баши читает поговорки туркменские. Вот у человека такой выбор, понимаете, выбрать, каких клоунов ему посмотреть. Такого у нас никогда не было, Амина. Но все-таки Кадырова никто клоуном не считает, его боятся по всей России. По всей России? Я смотрел вот сейчас комментарии на канале Россия 1, в этой передаче, которую ведут муж с женой Скобеева, и я не помню, как фамилия мужа, и не помню, как называется эта сама программа. Но в этой программе откровенно стебали Кадырова. Кадыров откровенно с него все прикалывают. Да, конечно, в России его боятся обычные люди, и не только обычные люди. Те люди, у которых нет иммунитета, они, конечно, его будут бояться, потому что Кадыров в России имеет возможности, очень серьезные возможности. Ему Путин предоставил эти возможности. Но не обманывайте самих себя, в этом мире Кадырова никто не боится. В этом мире с Кадырова все смеются, так же, как и смеются с этого туркменского президента. Туркмен Баши. Над этим невозможно не смеяться. Это нам от этого грустно. А люди с этого смеются. Когда Кадыров объявляет санкции, блокирует счета, но это смешно. Теперь Помпео надо оглядываться. Кеннеди убил одиночка, думаю, Кадыров не простит. Помпео, я думаю, уже не то, что Помпео, вообще все граждане Америки сейчас находятся в готовности боевой. Ливан Худжадзе. Добрый вечер, Тумсо. Скажи, какой приговор не пожалел бы для Кадырова и его окружения? Добрый вечер, Ливан Худжадзе. Я не судья, поэтому не я должен это решать. Я бы хотел, чтобы он получил справедливый приговор в соответствии с нашим законодательством, законодательством нашего государства, которое полностью соответствует исламским канонам, Урану и Сунне. Я бы хотел, чтобы он получил наказание в соответствии с этим. Ассаламу алейкум, Тумсо. Когда ты начнешь освещать хотя бы яркие новости Кавказа? Мы все, братья и врагов, у нас много. Алейкум ассаламу алейкум, полностью согласен. Я никогда начну, а я всегда их освещаю, какие-то яркие события, о которых мне стало известно. Я всегда их освещаю. Если ты сейчас имеешь в виду какое-то именно событие, на которое я не отреагировал, то, возможно, я просто об этом не узнал. А может быть, я об этом узнал, но посчитал нужным об этом не говорить. Такое тоже возможно. Привет, Тумсо. Не пора ли Кадырову провести в Чечне чемпионат мира по изменениям? Извинениям, ты хотел сказать, наверное. Тумсо, ты же понимаешь, что твои такфиры и радикальная религиозная позиция отдаляет от тебя идеологически большую часть чеченского общества, хотя твоя правозащитная деятельность очень полезная и смелая. Айса, а ты можешь привести пример моего такфира где-нибудь? Такфир – это когда выводят человека из религии ислама, когда принимается решение, что такой-то не мусульманин. Это называется такфир. И вот он говорит, что у меня мои взгляды, моя позиция, точнее, она говорит такфиристская и радикальная. Приведи пример моего такфира и приведи пример моей радикальности. В чем она радикальная? Когда я какие-либо радикальные идеи озвучивал? То, что я озвучиваю какие-то вещи, с которыми вы, возможно, не согласны, это не говорит о радикальности, это не говорит о такфире. Такфир – это вполне конкретная вещь. Это когда человек выносит решение о таком-то, что он больше не мусульманин, что он вышел из религии. Я никогда подобные вещи не делал. Это вообще не моя тема. Это, пожалуйста, там, на религиозных площадках. Что касается радикальной религиозной полемики, то этого вообще во мне нет. Я, наоборот, призываю нас, борюсь с тем, чтобы мы не радикализировались. Наоборот, вся моя деятельность, она направлена на то, чтобы не радикализироваться. А тех, кто у нас уже радикализировался, чтобы их усмирить, чтобы вернуть их к срединному пути, когда человек не перебарщивает ни в одну из сторон. Но быть несогласным с чем-то, критиковать конкретно что-то, в том числе и даже какие-то заблуждения религиозные, это не значит быть радикальным. Радикальные призывы – это вполне конкретная вещь. Когда человек машет шашкой на весь мир, вот это радикальность. Во мне, алхамду лиллах, в Аллаху это отсутствует. Аллах миновал меня от подобных заблуждений. Саламу алейкум, Тумсам. Маша Аллах – очень четкий, достойный, подробный рассказ по санкциям. Завтра на утреннем брифинге Помпео ознакомится с твоим анализом дешевого российского цирка. Вау алейкум, ассалам. И я надеюсь, что эту задолженность по зарплате за прошлый месяц она будет перечислена из Госдепартамента. После вот этого брифинга. Итак, ассаламу алейкум, Тумсо. Это письмо касается того, что сейчас якобы вот сняли карантин, но при этом въезд в республику и выезд из республики, он официально у нас закрыт или затруднен. И в общем вот по этой теме мне пишут. Ассаламу алейкум, Тумсо. Я предприниматель из Грозного, выполняю заказы не только из Чечни, но и из Дагестана и Ингушетии. До введения карантина принял заказ на большую сумму в Ингушетии. Часть работ выполнили, заказали и ждали материала. Но наступил карантин и все заморозилось. Теперь после условной отмены карантина, чтобы завершить заказ из Ингушетии, я должен купить справку на выезд стоимостью 2000 рублей. Эту справку как бы тебе дают в больнице нашей республики, любой больнице тебе дают, что ты не болен, типа коронавирусом. И за это они берут 2000, то есть они по сути продают эти справки. Ладно я, но со мной еще несколько человек. То есть там у него, я не буду называть здесь, чтобы не навести, чем они занимаются, мало ли еще спалят. Но у него как минимум есть водитель, есть еще несколько работников, они вместе должны выезжать. И вот он говорит, ладно я, но со мной еще несколько человек. В итоге их всего четверо. В итоге 8000 рублей на просто выезд. Потом 8000 рублей на въезд в республику. Представляете, они должны и на выезд получить справку, и на въезд получить справку. Это просто абсурд. Я работаю в сфере производства, но встречные, это короче какие-то работы. Невозможно предугадать, что потребуется при выполнении работы. 16000 рублей за справки съедают всю мою прибыль. Гады. Если придется еще раз пересечь границу, то я вовсе ухожу в минус. Освети тему, пожалуйста, абсолютно все госбольницы и частные медцентры продают эти справки. Никаких анализов, просто деньги отдаешь и на тебе. Ты не болен. Кадыров, дай свободу частному сектору. У тебя этих денег полно. Открой границы. Тупица. Без наших налогов ты никто. Это он обратился к Кадырову. Вот так вот, даже на вот этой теме, они делают свой бизнес. Вы представляете, они поставили людей в такое положение, чтобы заработать деньги. Они должны продолжать свою деятельность, они должны выезжать. Но и на этом они с них зарабатывают, снимают с них дань. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»